В школе номер три полным ходом идет выдача продовольственных наборов. Такое поручение региональному министерству образования дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецпайок выдается ученикам льготных категорий, которые имеют право на бесплатное питание. Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей с ограниченными возможностями здоровья. В третьей школе таких 193 человека. За наборами приходят родители. Мы запланировали выдачу по графику. Всех родителей оповестили. Собираются группы не больше 5-6 человек, но у нас в принципе такого нет. Родители не задерживаются, получают пайки и уходят. Заполняют заявление на выдачу пайка и получают продуктовый набор. Те, которые питаются бесплатно и которые должны быть дома. Всех родителей заранее оповестили о выдаче продовольственных наборов. Через классных руководителей, через школьный сайт, через соцсети. Пакет со специальной наклейкой «Весомый» во всех смыслах. В набор входят три пакета молока, килограмм риса, килограмм манки, килограмм овсяной крупы, то есть овсяные хлопья, яблоки, пакет сока и печенье килограмм. То есть достаточно такой хороший набор. Родители положительно оценили поддержку областного правительства на период вынужденного пребывания учеников дома. Ну, когда все дети дома находятся, они стали много кушать. Раньше завтраки, обеды как бы в школах были, сейчас дома. Как бы если одного ребенка, то это нормально. Если четверых кормить, и уже таких подрастающих, то очень тяжело. И, конечно, эта помощь, она очень кстати. Спасибо большое Воробьеву и вообще всем, кто вот это сделал. Очень благодарность большая от всех родителей, я думаю. Разумеется, в школе строго соблюдаются санитарные меры предосторожности. Все задействованные в выдаче наборов сотрудники в медицинских масках, в перчатках. В возникающих паузах проводится обязательная обработка поверхностей дезинфицирующим раствором. Даже ручек, которыми родители заполняют заявление. И не только это. На период выдачи проднаборов в школе разработали специальный маршрут движения. Чтобы уменьшить контакты родителей друг с другом, в школе номер три разделили вход и выход. Те, кто уже получил свой школьный обед на дом, покидают здание через запасной выход. Если бы не коррективы, которые внесла в нашу жизнь пандемия коронавируса, в понедельник ученики бы пошли в школу после весенних каникул. Но они остаются дома. Как, впрочем, и родители на этой нерабочей неделе. Исключение последние делают только для похода за продуктовым набором в школу. У нас многодетная семья. У меня старший ребенок, у меня студент. Двое младших учатся здесь в 10-м и 8-м классах. Пользуясь всем случаем, берем продуктовые наборы, которые нам выдают. Чем они у вас сейчас дома заняты? Ну, они обучаются дистанционно, с репетиторами по скайпу. Что непонятно, мы выходим на учителей, нам объясняют. Даже во время каникул мы настаиваем, чтобы дети занимались, не расслаблялись. Как сообщили нам директора Щелковских школ, к которым мы обратились, все продуктовые наборы ученикам льготных категорий раздадут в течение понедельника-вторника. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.